Сегодня солнце. Очень красиво. Зимой так мало солнечных дней. Субтитры сделал DimaTorzok Профиль для потолок. Я отстрелился. Сейчас буду крутить, вертеть и будет у нас потолок. Рано или поздно, наконец-то. Он даже высокий получается, 2,60. Круто. Это потолок? В таком уровне будет, да. Блин, я уже привыкла, что здесь много места. Да, и вот так много почти остается. Чуть меньше. Вообще не заметишь. Чуть меньше, просто полметра. Ну, только с духоводой надо как-то прятать. У нас, короче, на потолка было завалено все ватой и надо закупать гипсокартон уже. Его, конечно, дома у нас большой складывать можно найти куда, но удобно его складывать в определенное место. А чтобы его туда складывать, надо место освободить. И когда попался гипсокартон, интересный вариант, что он типа дешево стоит, как бы появились тут же покупатели на эту экувату. Мы часть отдали, они должны были еще раз приехать, но я что-то засомневался, подходит ли нам этот гипсокартон. Потому что он давно лежит на складе и он немножко волной пошел и непонятно, выпрямится он или не выпрямится. Кстати, кто с гипсокартоном работал, напишите в комментах, если он чуть-чуть искривился, можно ли его положить на ровную поверхность, чтобы он выпрямился. И как бы поможет ли ему это или не стоит его покупать. В общем, как только я засомневался, что он нам нужен, покупатели позвонили и сказали, что остатки они забирать не будут. Но в любом случае, это уже у нас поместится в маленький домик. А, собственно, рассказ этот к тому, насколько сила мысли работает. То есть, захотел одно, тебе оно пришло. Понадобилось место, появились покупатели. Как только засомневался, что нужен гипсокартон, покупатели растворились тут же. Короче, надо быть очень осторожным в том, о чем думаешь. Представляешь, профиль трехметровый. Чуть-чуть не дотягивается. А расскажи, что мы здесь решили окно сделать. А, мы здесь, да. Ну, здесь, короче... Сейчас, чуть-чуть пошумлю. Здесь, получается, коридор, и на весь коридор вот маленькое окошко. И здесь, мне показалось, будет, во-первых, темновато. А чтобы здесь постоянно не горел свет, мы решили... Вот там у нас будет кухня за этой стенкой. И вот здесь вот сделать, как вот столб. Вот здесь столешница кухни будет где-то, да. И вместо фартука сделать вот так вот окно. Ну, то есть, стойки останутся. Будет вот здесь вот квадратик прозрачный, здесь квадратик прозрачный, и здесь квадратик прозрачный. Соответственно, сюда будет попадать больше света. И при этом, заходя в дом, ты будешь сразу увидеть, что творится на кухне. И с кухней, опять же, будет видно сразу, если кто-то зашел. Такое дизайнерское конструктивное решение, которое удобнее делает чуть-чуть жизнь. А еще расскажи, что ты кухню нарисовал уже. Кухню, ну, нарисовал, но там еще вопросов много. То есть, мы не будем показывать то, что ты рисовал? Да, наверное, нет пока. В общем, короче, рисовали в обычном икеевском редакторе. И она у нас... Мы тут думали, у нас до хрена места на кухню. А когда нарисовали, что-то получается, что не так и много. Алла очень переживает, она привыкла в малогабаритках, что, ну, вот так вот руку протянул холодильник, раковина, плита. И, в принципе, вот можно все делать, не сходя с места. А кухня тут чуть больше получается, чем в малогабаритке. Она прям очень переживает, что ей придется вот лишний шаг сделать от стола. Я еще хотел остров, но остров мы уже делать не будем. Как бы хрен с ним. Хотя все говорят, что это удобно. Ну, не знаю. Наверное, все-таки нет. Пишите, кстати, в комментах, если у кого есть остров, насколько это удобнее, чем обычная кухня. И сильно ли вас утомляет ходить по вашей большой кухне, если она у вас есть? Тоже пишите в комментах. Просто интересное мнение, потому что, ну, все по-разному. Дизайнеры одно городят. А тут вопрос именно, насколько удобно домохозяйкам, которые вот на этой кухне не просто на красивые картинки смотрят в интернете или там кому-то делают ее, а которые ей пользуются каждый день. Вот это мнение интересно. Так что пишите. Ну вот, что-то понавешал. Надо еще дальше донавешивать. Вот до... До сюда, по-моему. Нет, вот до сюда должно. Целиком, а дальше уже пойдет частично. И там вот одна палка стоит, которая попереку. Сейчас я вот это вот покажу. Вот уже такой типа потолок. Палка поперек тут. Сейчас все, конечно, скажут, блин, с каким шагом ты делаешь? Надо обязательно перемычки на край листа. Знаете, я вам что скажу. В Штатах ни хрена перемычки на край листа не ставятся. А те, кто придумал, что они у нас нужны, это вот, собственно, как это... Товарищи, которым надо очень сильно, очень много продавать профиль. У нас теперь, видите, есть прекрасная подсветка. Мы теперь можем и в ночи всю работу снимать. И в ночи роботить. Работить, да. А снимать... Как дела-то? Скажи, что ты успел? Успел что-нибудь? Ну, на первый взгляд, я сделал вот до лестницы. Тут еще один профиль надо кинуть. И потом все это надо красиво еще... Я сейчас просто накидал, и их не прикручивал еще. Все это завтра прокручу. И еще надо сделать вот здесь вот стеночку, чтобы вот здесь вот отсечь. И с этой стороны, ну, низ тоже. Только хотел сказать, с этой, с какой за тобой не видно. Ну, давай, я слезу, и можно будет это здесь показать. Да, я покажу сейчас. На. Так. В общем, короче, вот здесь стеночка появилась. И вот эта стеночка должна вот здесь вот продолжаться и идти туда-туда-туда-туда до конца вот этого проема. Ну, и, соответственно, когда появится стеночка, появится... Вот здесь вот появится опора, чтобы подшить еще и вот так вот плоскость. Здесь уже плоскость практически сделана. Соответственно, осталась ерунда. Ну, я до потолка точно не достану абсолютно. Ну, и здесь 2,60 получается. Вполне себе неплохо. При всем желании. Все по уровню. Прям четко. Да, Вань? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...